Восстание машин пока откладывается, но Терминатор уже появился. Копия персонажа одноименного голливудского блокбастера создана и прошла первое испытание в Пермском крае. Чего ожидает создатель от своей машины, узнал Данил Гусельников. Посмотри налево. Смотри налево. Он пока слушается человека и не требует благодарности. Терминатор модель Т-800 создан в Перми идеей собственной универсальной машины. Александр, его создатель, загорелся в конце 80-х. В 95-м начал писать программу и вот теперь готово. В грудной клетке находится персональный вычислительный компьютер. Такой же, как у многих на столе стоит, только в разобранном виде. В глазах стоят камеры. Также в голове располагается динамик и микрофон. Шестилетнего мальчишку почти 30 лет назад поддержал дедушка Николай Федорович, регулировщик радиоаппаратуры, лауреат Госпремии СССР. Вспоминает, сказал, будет время, будут технологии, будет тебе терминатор. Главная идея у меня была не сам терминатор, предположим, вот этот скелет. Мне даже в какой-то мере это не нравилось. Но я нравился, что он делает, программирует, мозг создает. Вот ты в этом направлении, говорю, работай. Дело действительно сдвинулось с мертвой точки, когда по запросу Александра создатели отправили ему настоящие чертежи того самого терминатора. Первоначально основой для пермского терминатора должен был стать скелет из обычного кабинета биологии. Однако разработчику тогда попросту не удалось его достать. Шло время, технологии развивались, и теперь тело терминатора напечатано на 3D-принтере. Деталь за деталью конструктор тщательно фиксировал каждый шаг. Терминатор вышел по образу и подобию того самого в исполнении Шварценеггера. Можно даже сравнить, насколько они похожи. Да и сидит пока терминатор в кресле-каталке. Разбрасывать машины, как герой Шварценеггера, не может. Ноги выйдут слишком дорого. Итак, пермский Т-800 влетел в копеечку, около 200 тысяч. И это, говорит Александр, хобби. Данил Гусельников, Александр Хробостов и Владимир Зубов. Вести. Пермь.